15 апреля, Беллатор 277. Соглавное событие вечера, российский чемпион в полутяжелом весе Вадим Немков против опасного американского претендента Коли Андерсона. Крайне занятные противостояния, учитывая, что это не только чемпионский бой, но и финал Гран-при Беллатора. Начнем с претендента. Бывший боец UFC в деле уже давно, с 2013 года. Андерсон бил таких ребят, как Ян Блохович, Элир Латифи, Гловер Тейшейера и Джонни Уокер. Про победу над нынешним чемпионом UFC в полутяжах Тейшейерой Кори сказал, что это был самый легкий бой в его жизни. В феврале 2020-го Кори улетел в нокаут в первом раунде в реванше с Блоховичем и с UFC попрощался. Но без дела не остался. Перешел в Беллатор и год спустя ожидаемо заскочил в Гран-при. В этом турнире американец проехал катком по своим соперникам. В четвертьфинале вынес техническим нокаутом Довиджана Якшимурадова. В полуфинале меньше, чем за раунд расправился с Райаном Бейдером, чемпионом Беллатора в двух дивизионах на секундочку. Вадим Немков в профи тоже с 2013-го года. В Беллатор успешно дебютировал в августе 2017-го. Тогда он отправил в нокаут уже в первом раунде нынешнего бразильского UFC-шника Филиппе Линца. Ну а дальше поперло так поперло. Лоу-киками был досрочно забит высоченный британец Лиэм МакГири. Разделкой пройден американец Фил Дэвис. Задушен бывший чемпион лиги в среднем весе бразилиц Рафаэл Карварью. Ну и как вишенка на торте, в августе 2020-го года титульный бой с Райаном Бейдером from USA. Второй раунд. Убойным хай-киком справа Немков опрокидывает американца на канвас. Затем следует затяжное и беспощадное добивание и фенита ля комедия. Пояс чемпиона у российского бойца. В 2021-м Вадим в качестве одного из главных фаворитов заходит в гран-при. В четвертьфинале он уверенно проходит по очкам Фила Дэвиса и ставит точку в их делоге. В полуфинале болевым на руку Немков финиширует литовца Юлиуса Англикеса, вышедшего на замену вместо американца Энтони Джонсона. Предстоящий замес обещает быть весьма зрелищным. Оба бойца настроены решительно и бескомпромиссно. Кори Андерсон выше и постарше Вадима Немкова. 190 сантиметров против 183 и 32 года против 29 лет соответственно. Идет на серии из трех ударных побед, а всего у американца их 16, 8 досрочно при пяти поражениях. У россиянина в послужнике 14 побед, 12 досрочно при двух проигрышах. Причем в Беллаторе у Немкова шикарный стриг из семи выигрышей. Оба любят и умеют в стойке, где кори весьма опасен. Особенно в первых раундах. Зарубаться с ним в начале боя чревато. Андерсон стопудово пойдет за нокаутер. Если Вадим переборет стартовые пятиминутки, то дальше может быть веселее. Борьба и граунд энд паунд может стать ключевым оружием для россиянина. Но и стойка в поздних раундах тоже. Бить Немков умеет, плюс почти все досрочные поражения у Андерса именно ударами. Ну а как будет на деле, узнаем 15 апреля. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова